так друзья только сейчас был соседском саду снял небольшой сюжет вот и поговорил с хозяйкой вы увидели если кто увидел этот сюжет мощный манджурский орех увидели мои груши которые свесились на ее территории вот и когда разговор с соседкой был закончен я отдельно от нее сделал несколько фотографий умирающих яблонь причем умирает у нее даже трехлетние яблони это грустно это жутко кольцо это последний яблоневый сад у меня как бы 5 соседей четыре с кем заборами вот я контактирую заборами серёха уже все уничтожено идет уничтожение яблонь известной болезни последняя фотография сделал на вебинаре как-нибудь расскажу покажу чем отличается вот этот участок совершенно здоровыми деревьями вот знаете чем он отличается соседей нет нет соседей не за разных деревьев там дорога весь заброшенный 30 лет как заброшенный сад 25 как погиб хозяин там вариант сплошной и там за забором тоже пытаются продать дом пошли бурьян и больше ничего нет садов нет не тут не тут не тут не тут я имею ввиду культурных яблонь вот у меня вот этот островок остался вот он сейчас уже осень начинает желтеть как где деревья ну задержалось лето ничего вовремя не вызрело ни побеги ни листья все стоит почти почти все стоит зеленым интересно что вот это только абрикоса этот которая мы так про яблони вот видите это европейцы желтеет и вон там европейцев он желтеет персиковый абрикос измельчавший вот и тот и тот это их особенность уже можно бирки не смотреть а яблони ну вот наконец упали знакомьтесь это у меня второй урожай первый был на том участке вот это коричная так он называется не называть его коричневым 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 от слова корица вот яблонь 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 яблоньки вот они совершенно здоровые и все равно страх живет моей душе но я же еще и как бы спортсмен вот есть же люди азартные играют карты смотрите вот это вот в отношении первое у яблони яблочко поменьше это яблочко побольше я поиграл не споро как сказать соревнования своему другу фильм вчера снял специальный тоже небольшой короткометражный вот дмитрий еще дело в том что вот это яблоко но где-то весит грамм 450 а его яблоко я взвесил уже на весах и вот а весы в городе яблоко в городе и вы увидели в фильме то есть это же самый сорт вот правда что она отсюда сейчас покажу вот видите последний висит значит я уже собрал с него таких штук 20 все такого размера 400 до 500 грамм из когда они полос гниют семечки поедут но есть я их называю избранные это те кто считает меня своим учителем или просто очень не учителем но наставником или даже просто другом ежи люди самостоятельные не хуже меня разбирающиеся для них ябл вот эти семена буду сохранять почему мы здесь хотел сказать что да я проиграл соревнования яблоки с дерева чернобаева этого сорта они на 50 на 100 грамм самый крупный оказалось крупнее вот я бы конечно бы больше бы расстраивался а я вместо этого горжусь а почему я горжусь так это яблоко бросаю на место по дереву пусть дозревает вот такая вот это вот такое вот дело в том что червая веточка попалась моего сада и наконец я лишь раз подтвердю по повернее скажу что да вы видите прекрасный урожай ой урожай можно сказать урожай веток то есть приросты вот они метровые почти метровые там есть даже больше чем метровые и они не будут срезаны ни один я страшно боюсь той беды вы представляете фотографию то есть дел и по увидите вина вебинаре полумертвые деревья с прекрасными плодами вот это последний сосед которого еще есть несколько яблонь но они все уже живые мертвецы вот я хочу чтобы мои яблони жили вот этот островок останется навсегда когда я был дело в том что я очень уважаю ленина дмитриевича он не мой ученик он самостоятельная личность вот я называю учитывая что мы все кто торгует саженцами можно считать профи я называю лучший садовод любитель сибири дальнего урал и дальний восток любитель вот и вот он разговоре со мной в том фильме что сказал надо взять прививать боюсь наврать это так или сотни или сотни саженцев яблонь и ждать 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 вот чтобы произошел естественно отбор и какие-то из них остались сибири навсегда хорошая мысль вопрос кто это будет делать кто это будет делать вы представляете у меня на том участке одна единственная яблоня вот такая да сюда я перенес здесь специально один саженец сюда это 2 чернобаева 3 а если это чудо 500 граммовая вода части исчезли знаете как деревья погибают у нас уже по всей сибири и я почти уверен что они придут европу придут потому что у нас началась пять лет назад эта эпидемия ничто я не предвещала кроме одного резали 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 деревья и дорезались болезнь начиналась с обрезанных и ладно грустная тема я заканчиваю вот посмотрели прошли страшнейшие самая сырая весна лето и осень сегодня редкий день сегодня по 3 октября редкий день без дождя посмотрите я на парша посмотрели посмотрели эти деревья не ослаблены обрезка также как абрикосы видите вот они смотрите на эти чудеса ладно я уже опять кто про что посмотрите на эти роскошные абрикосы не есть такая знаете еще пару минут вот это абрикос называется такое название совершенно мне не знаком ах ты надо бирку смотреть в общем получается так что я с него брал черенки и рассылал но не всем а только тем кто готов рисковать я скобках писал так какое название то у него но всем разослался к 20 черенков он после этого еще гуще стал так я писал не плодоносил что я разослал людям а он взял в этом году и не дал ни одного плода другие дали он далее эти самые приморские броска вон они какие эти не дали представляете что у людей вырастет я не знаю так что за сорта рассылать или нет семена а вон нашел 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 миндальный понятия не имею я железо не имею понятия что за брик а посмотрите какой лист а посмотрите сколько в нем здоровья посмотрите на эти приросты а там просто до от полу метра ибо и длине резать не резать кушать хочется вот вот они пойти плодовые вот они цветы видеть вот их тут тысячи если в сумме десятки тысяч до самых верхушек видеть вот вам здоровое дерево вот эти только желтеет только уже который год это персиковый мичурин гонит абрикос персиковый вот и все в него рано происходит на плоды оказались мелкими вкусные но настолько мелкие ждал чудо но что делать не знаю нет знаю не знаю надо ли это чуть про это чудо вам рассказывать грушу уже плодоносили висит 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 вот она единственная я считал что их тут нету их не могу попробовать нужно ждать пока упадет вот а дело в том что на этом дереве нет пирки а я уже знаю что за груша вот она это космическая у нее такая особенность видите где плодоножка прикрепляется только она имеет такую наплывчик здорово да ну вот и открытие сделал с вашей помощью но мне дальше нельзя говорить потому что очень плохо наш брат зритель выдерживает длинные фильмы надо закругляться кстати вот это дерево я уже вижу вот она еще не плодоносила я уже знаю что такое вот но это отдельный разговор дождемся урожая и будем ждать новых чудес вот еще дойти до беседки нет хватит на сегодня а то меня остановить невозможно еще раз посмотрим на яблони вот кстати это груша посмотрим на яблони вот и так далее и так далее видите питомник ну еще минутка вот вот он такой сейчас увидите на нем яблони видите что они совершенно здорово а годом раньше двумя здесь росли абрикосы лучше из абрикосов я его приглядел я вешу ленточку для начала мы его не трогаем вот вот это есть естественно отбор вот они кстати эти самые но это уже посадки вот лучше это здесь они были здесь они все проданы лучше из лучших остался навсегда естественно отбор по железу и так сел на любимого конька еще раз питомник это будущий маточный сад здесь посмотрите вот так вот из-за того что в сибири для нас не нашлось место мы калечим почву то чего я других учу не делать здесь растут данном случае груши там яблони это все питомник а чуть раньше чуть раньше ну только один пример ладно абрикосы какие красавцы то что вы видите это вьюн не думайте что он дохнет абрикос это вьюн портит нит вот и на третий год вы видите венгерку который осталось навсегда и так далее все поняли питомник это будущий маточный сад и когда вы купите у меня сотни семечек если вам повезет 8 90 зайдет потом вы возьмете и лишнее пересадите расширяя свой участок вот или даря соседям друзьям а лучше звучи останутся навсегда видите уже как кто останется догадались вот и я всегда говорю любой сад должен начаться с питомника потому что маточный сад это вот вот это чудо все благодарю за внимание хватит вот некогда мне с фамилия суточить